Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Тим Ломаченко 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 откуда я беру чтобы дети могли да это услышать и для себя почерпнуть я не могу этим похвастаться потому что мне мне крупно повезло потому что у меня отец оказался психологом педагогом тренером отцом другом ну всем всем что есть он оказался в одном лице оказался рядом и в принципе я уже в интервью как-то давал не спрашивали как как у вас получается как вы боксируете туда сюда я говорю знаете на самом деле просто меня такое ощущение что отец играет в компьютерную игру какую-то у него пульт я игра и он управляет но элементарно я стараюсь просто одну слушать и делать прислушиваться мотивация это наверное его авторитет классный руководитель вызвала отца в школу говорит ему вот так и так такое вот плохое поведение там что-то там сделал он говорит ну что значит не поедешь на соревнования для меня это траур для меня траур был что я не шел на тренировку из-за плохой учебы он говорит пока не исправишь оценки ты не будешь ходить на тренировки на бокс я в детстве когда мой сверстники там по в одесской области выезжали на турниры международные какие-то я не ездил туда он держал меня я очень хотел выехать на соревнования они еще все возвращаются там позанимали первые места а те ребята к этому я их прибивал всех начать области я всех я выигрывал у них они там поехали там в молдавию на международный турнир заняли первое место получили там призы магнитофоны но то время там плеера какие-то с наушниками мне квадратные глаза почему мы туда не поехали а он говорит да надо то самому самому всему свое время всему свое время до 14 лет это длилось вот я дальше одесской области я никуда не выезжал но зато когда я начал боксировать уже по юниорам по взрослым я голодный был я я хотел а те ребята вот все те кто тогда рано выезжали на эти турниры ни один не дожил да ну я имею ввиду спортивной карьеры ни один не дошел до взрослого бокса все всем все по заканчивали просто потому что они наелись особенно это было в детстве просто делать то что мне говорят сейчас понятно сейчас я уже повзрослел опыта набрался сейчас я такой умный я уже и спорить могу с ним я уже могу не соглашаться все равно я делаю то что он говорит я могу ходить обижаться там у нас могут быть разногласия какие-то ссоры на профессиональном уровне но все равно в конце концов я соглашусь и сделаю то что он говорит я думаю когда он уже упадет елки ты очень много боковые ты пишешь он садится не надо ее разгонять и что ты начал снизу снизу и потом сбоку все доходило понимаешь я в конце раунда когда тебе говорю я же вот ну вот сверху ничего потяни не не сверху 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 не с датками со шлемом у нас в городе проходили чуть ли не раз в три месяца соревнования городские отец проводил когда я уже стал более-менее уже что-то понимать в боксе там какие-то защиты как делаются как наносится удары он решил наверное устроить но для меня это были соревнования для меня это был чемпионат мира потому что я находился в ринге против меня был соперник и сидела там моя мама там его мама брат там сестра то есть много родственники то есть был какой-то зритель для меня это было соревнованием вроде наверное чемпионата мира финал чемпионата мира я приехал туда вообще пацанюрой 18 лет мне было то есть на чемпионате мира разыгрывались лицензии на 2008 год пекин олимпийские игры тогда я дошел до финала просто тогда ну я знаете это появился неоткуда просто не было не было тут хоп парень стал финалистом чемпионата мира я боксировал финале с русским боксером вот ну тогда я проиграл я горький опыт этот весь увидел я смотрел как как это все происходит я смотрел на спортсменов которые терпели неудачи и и больше не хотели заниматься боксом я не из тех меня характер у меня характер такой что я не могу просто так взять и уйти я приезжаю на олимпийские игры в 2008 году в пекин и узнаю что у меня первый бой с альбертом силе вам альбертом силе вам и и Меня отец всегда учил, нужно выходить, быть на две, на три головы выше, чтобы никогда ни у кого не оставалось никаких вопросов. Я буду проиграть, поэтому я отдаюсь в зале полностью. Для меня поражение, оно для меня... Я привык быть лучшим. Если я проигрываю, значит, я не лучший, а если я не лучший, мне это не нравится. Мне подняли руку, я сошел со ступенек. Отец мне накидывает флаг, я так накрываюсь, меня как прорвал, я начал плакать. Я плакал, я ревел, наверное. Я кричал, я сел, нас где-то повели. Какие-то там бумаги надо было подписать по допингу, по-моему. Я сидел в коридоре, я ревел, я плакал, у меня были слезы счастья. Я когда был маленький, смотрел по телевизору, когда спортсмены стояли и плачут. Я говорю, что не плачет, у папы спрашиваю, что не плачет. Он говорит, дайте это не понять, это надо, говорит, это надо почувствовать. Ты поймешь, если ты, говорит, встанешь там, если ты там будешь стоять, ты поймешь почему. Я говорю, да, как я говорю, ревый, говорю. Он как мужчина, говорю, может плакать, он стоит, тем более он выиграл, пускай радуется. Он говорит, так это и есть типа слезы радости. Я не понимал этого. Когда я играл гимн, у меня в голове мелькали мультики, как я готовился, как у меня проходила подготовка. Тяжелые моменты мои. Наверное, у каждого из ребят есть цель, почему он занимается боксом. Мечта, ради которой он занимается боксом. Кто-то занимается просто там для себя. Кого-то мама заставила пойти для того, чтобы научиться постоять за себя на улице. Кто-то пошел в бокс для того, чтобы стать чемпионом. Если ты хочешь, ты валишь до конца. После Олимпийских игр я собирался переходить в профессионалы. Мы сели с папой общаться на эту тему. И он говорит, что я считаю, что это рано. Мне было 20 лет. Он говорит, я считаю, что человек формируется до 25 лет. Он растет до 25 лет. Кости, мышцы, он крепнет 25. После этого можно переходить. Я говорю, значит, еще одна Олимпиада. Он говорит, да. И мы готовились ко второй Олимпиаде. Я знал, что никогда нельзя расслабляться. Я знал, что никогда нельзя быть на 100% уверенным, выходить. И просто потому, что ты уже в статусе чемпиона, за это победу тебе не отдадут. Поэтому, когда я ехал на Олимпийские игры, я был фаворитом. Но я понимал, что просто потому, что тебя называют фаворитом, просто потому, что ты выиграл 4 года назад Олимпийские игры, тебе никто медаль не оденет. Нужно ее заслужить. Но я ехал уверенно. Субтитры создавал DimaTorzok Олимпийские игры, чтобы выиграть два Олимпийские игры. Суперп performance. Очень хорошо сделано, действительно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я тогда метил на историю, на историю бокса. Хотел попасть в историю бокса, как человек, который завоюет чемпионский титул со второго боя. Поражение есть, и от него не уйдешь. Оно уже в графе. Он сказал, что я не проиграл. Может, что он мне сказал? Что я не проиграл. Он очень много ударов нанес ниже пояса. Он очень много правил нарушил. Плюс, если даже брать по очкам, за что в боксе дают победу, за то, как ты попадаешь и сколько ты попадаешь. В том бою я нанес больше, чем он, точных ударов и пропустил. Соответственно, очень мало от него ударов. То, что у меня не было очень много активных действий, с этим я согласен, но за это победу не дают. Спортсмен должен выигрывать так, чтобы не осталось вопросов ни у кого, ни у судей, ни у самого соперника. То я тогда тот бой не выиграл, если так судить. Он бы хотел реванш с Алида. Да. И будет реванш. Я люблю соревноваться. Я люблю выяснять, кто лучший из лучших. Должен быть один чемпион. Не может быть четыре чемпиона. Должен быть один чемпион. 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 Вот Рассел, еще раз, Солида, Оригонда, Уолтерс, Санта-Крус. Вот они говорят о них, я хочу с ними драться. Я хотел бы, я хочу, я стремлюсь к тому, что кто-то из пацанов сказал бы, кто у тебя кумир, а он сказал бы, у меня Василия Ломаченко. Для меня это будет безумно приятно. Я очень рад, что я в своем любимом деле оставляю след. И в истории останется такое имя. Я рад этому. Я могу сказать, когда я закончу, точно. Это когда мне надоест выполнять тяжелую работу в зале, и когда мне надоест надевать перчатки. Вот тогда я сразу же завяжу. Я знаю точно, что если мне это надоест, ни за какие деньги я не вернусь. Могу я неделю, две могу без бокса после боя. Когда хочется отдохнуть, выспаться, поспать просто. Колы попить, да. Ну вот. Even and out заехать. Ну вот. Но потом все равно. Все равно это, это банально, но это наркотик был уже. Продолжение следует... Камера мотора снята, стоп. Саша Усик. Это мой кум, это мой друг, с которым мы очень долгое время провели в сборной. Мы ели с одной тарелки. Он очень много времени проводил у меня дома, когда мы готовились к соревнованиям. Я у него проводил, когда мы ездили отдыхать в Крым. Это мой друг, Саша. Самая драгоценная в моей жизни, это мои дети. Саша. 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 Саша.